Внимание! Это видео носит образовательный и ознакомительный характер. Имеются противопоказания. Перед применением рекомендаций и советов из видео обязательно проконсультируйтесь с врачом. Всем привет! И у нас инфотаблетка от повышения давления. Сразу перейдем к делу. Для кого предназначена эта инфотаблетка? Для тех, у кого давление поднялось впервые. То есть, после Нового года, после работы, что-то съел не то, что-то выпил не то, стресс, поднялось давление. Эта инфотаблетка помогает в этой ситуации. Второе. Скорая неотложная помощь. По идее, этой таблеткой можно пользоваться бесконечное количество раз. Да, она не решает проблему полностью, но она решает проблему сейчас. И в тех случаях, когда вам требуется вызвать неотложку, то есть, давление поднялось так, что критично, вы не знаете, что делать, там таблетки обычно не помогают. Вы просто принимаете инфотаблетку, точнее, пользуетесь этой информацией, и ваше давление приходит в норму. Третий момент. Практически во всех остальных случаях. Дело в том, что эта таблетка, эта инфотаблетка, она натуральная. Здесь нет никакого химического воздействия на организм. Соответственно, тут нет никакого побочного эффекта. Вы не можете навредить себе. Поэтому во всех случаях, когда у вас или у кого-то там еще поднялось давление, можно пользоваться этой информацией. Маленькая оговорка. Дело в том, что, естественно, эта инфотаблетка предназначена для того, чтобы справиться с ситуацией. То есть, одномоментно. То есть, вот сейчас поднялось давление, вот сейчас возникла проблема, и вы можете применить эту информацию и справиться с этой проблемой. Практически во всех перечисленных случаях. Но, если вы хотите решить эту ситуацию кардинально, чтобы ваша проблема не возникала в будущем, то нужно что-то кардинально менять. Менять питание, менять образ жизни, увеличивать физическую нагрузку, поставить атлант на место, ну, сделать какие-то вещи, да, которые вам действительно приведут к тому, что ваше здоровье изменится. Почему эта информация, почему эта инфотаблетка работает во всех перечисленных случаях? Почему она вообще работает? В то время как обычные таблетки иногда не дают эффект. Ну, в некоторых случаях. Дело в том, что эта информация, она воздействует на причину возникновения давления. То есть, если мы хотим справиться с какой-то ситуацией, мы обязательно должны знать причину. Ни один врач не знает причину того, почему давление в вашем организме поднялось. Косвенные какие-то вещи, например, я вот вчера перенервничал, и у меня поднялось давление. Это да, врач может это выяснить, и то с ваших слов. Вот. Но еще раз говорю, это не причина, это пусковой механизм. То есть, причина. В вашем организме сломался какой-то механизм. И так как он не работает, то в скором времени он может оказать на вас негативное воздействие. Например, у человека не работают почки, и спусковой механизм, например, стресс на работе, или он выпил какое-то вино некачественное на Новый год, это спровоцировало то, что у него начало расти давление. Причина, именно биологическая причина в данном случае, почему меняется давление у человека вверх, это нехватка свободного места. Очень простая вещь, но ни один врач вам таким образом это не расскажет. У нас есть резервуар, то есть кровеносное русло внутри организма. И что может произойти? Например, стресс. Стресс приводит к сжатию, к напряжению. Соответственно, сосуды зажаты, и объем кровеносного русла, он становится меньше. Но объем крови не становится меньше. Что у нас происходит? Давление на стенах сосудов возрастает. И второй момент, как правило, при повышении давления, кровь концентрируется в середине, в середине организма. Это брюшная аорта, сердечные сосуды, все вот эти крупные, которые находятся в середине тела. То, что нам нужно, и в чем заключается данная методика, заключается в том, чтобы распределить кровь по всему телу, а точнее, дать ему возможность увеличить, ну то есть, увеличить объем кровеносного русла. То есть, это, почему эта таблетка срабатывает во всех перечисленных случаях, почему она всегда дает результат. Потому что у нас именно увеличивается объем кровеносного русла. Итак, сама технология. Сделать нужно следующее. По шагам. Первое. Выпейте стакан воды и немножечко туда добавьте соды. Соды можно пол чайной ложки. Что это даст? Само по себе, можно предположить, что, ну вот я стакан воды выпью, и сейчас у меня объем крови увеличится. Объем крови с одного стакана не увеличится. Но если вы выпьете стакан воды и немножечко добавите соды, у вас кровь станет более жидкая. То есть, она сможет зайти в капиллярное русло, туда, куда она не может зайти в густом состоянии. Как правило, у людей с повышенным давлением кровь сама по себе довольно густая. Итак, первый шаг. Выпить стакан воды с пол чайной ложкой соды. Второй момент. Вам нужно успокоиться. Это очень простая вещь. Потому что стресс, напряжение, какое-то агрессивное окружение вокруг вас, оно дает вот этот вот спазм. Из-за чего какие-то вещи, даже те же таблетки могут не сработать. Поэтому нужно лечь на пол, где-то в комнате, где вас не будет особо кто-то отвлекать. Третий шаг. Вы берете две... Давайте возьмем для наглядности. Вот. Две полтора литровых бутылки. Простые бутылки, я думаю, у каждого дома найдутся. Вот. И набираете их горячей водой. Ну, не прям кипятком. Чтобы это можно было прислонить к коже и не обжечься. Но вода должна быть больше, чем теплая. То есть, две бутылки воды. Одну бутылку вы кладете под затылок. А вторую бутылку вы кладете под колени. Вот. Где у вас коленки, да, с обратной стороны. То есть, вы лежите на спине на полу и под затылком у вас бутылка. Одна бутылка с горячей водой. А под коленями другая бутылка с горячей водой. Четвертый шаг. Вот здесь начинается самое интересное. Где-то через пять минут, либо по ощущениям, как вы будете себя чувствовать, вы почувствуете, что давление снижается. И в этот момент давление нужно измерять. И делать это нужно регулярно. То есть, грубо говоря, каждые последующие пять минут вы мерите давление. Почему? Потому что давление будет снижаться сильно, и оно будет снижаться все быстрее и быстрее и быстрее. По мере того, как кровь будет распределяться по периферической кровеносной системе, а это всегда будет происходить при прогреве данных зон, то нужно не упустить тот момент, когда давление опустится ниже, чем вам необходимо. Резкое изменение, понижение давления может привести к другой ситуации, которую вам тоже придется решать, а это никому не нужно. То есть, вот эта инфотаблетка, она сильно действующая. Помните об этом. Пятый шаг, заключительный. Как только вот ваше нормальное давление, 130 на 90, скажем, это ваше рабочее нормальное давление, или там 120 на 80, неважно. Как только давление вы померили, и оно уже, например, у ваше давление 130 на 90, а здесь давление уже опустилось до 135 на 90, то в этот момент бутылки надо убрать. После того, как вы уберете бутылки, давление еще какое-то время будет по инерции продолжать снижаться. Помните об этом. И когда вы достигли этого результата, то есть уже давление приближается к нормальной отметке, вы убираете бутылки и делаете следующую вещь. Вы идете на улицу и гуляете. Прогуливаться желательно продолжительно. От получаса и больше. То есть это нужно для того, чтобы во время движения кровь лучше распределилась по вашему телу. Ну и параллельно сама по себе прогулка оказывает успокаивающее действие, если там днем был какой-то стресс или еще что-то. Так, перечислили все шаги последовательно в том виде, как в этой инфотаблетке. Первое. Выпить стакан воды с содой. Второе. Лечь на пол в тихой комнате. Обеспечить спокойную обстановку. Третье. Под голову, под затылок и колени положить бутылки с горячей водой. Четвертое. Измерять давление и следить, когда оно начнет приближаться к отметке нормального. Пятый шаг. Как только давление нормализовалось, вы убираете, ну, как только оно приблизилось к нормальной отметке, вы убираете бутылки и идете гулять. Гуляете и потом возвращаетесь домой и еще раз меряете давление. Последний пункт, который я должен сказать, это противопоказания. На самом деле, противопоказаний у этой методики не существует. Это натуральный метод, он не использует химию, поэтому здесь нету никаких противопоказаний. Единственное, о чем я должен вас предупредить, внимательно слиться за давлением, потому что это сильнодействующая таблетка и она может привести к обратному эффекту, если не обдуманно ею пользоваться. А я желаю всем удачи, до новых встреч. Нет. А я желаю всем здоровья, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова